Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Развитие взаимодействия профсоюзных организаций». Лекцию читает, занятия проводит делегат Российского комитета рабочих, младших радиоаппаратуры ООО КБСМ. Здравствуйте, товарищи! Надо сказать, что сегодняшнее профсоюзное движение переживает кризис очередной. Как известно, это движение волнообразную, такую структуру имеет то приливы, то отливы, то спады, то подъемы. В общем, с середины где-то 90-х годов, когда шла борьба, активная борьба рабочих, вернее, даже с начала 90-х, после наступления контрреволюции, шла борьба активная от трудящихся. Были забастовки и успехи в достижении своих интересов рабочим классам. Была развернута широкая борьба за принятие Трудового кодекса, в который участвовали представители фонда Рабочей Академии. Был сформирован проект Трудового кодекса. Этот проект возник не просто так из воздуха, он был результатом борьбы непростой. Вот, и его проект был рассмотрен, этот проект был рассмотрен в Думе государственной. Ну, он набрал достаточно много голосов, но тем не менее, не был принят. Вот, и результатом этой борьбы появилась такая программа, которая, ну, это, можно сказать, выжимка из того проекта Трудового кодекса. Вот, это программа Федерации профсоюзов России «Задача коллективных действий». Вот, то есть, ну, Федерация профсоюзов России – это такая организация, которая вобрала в себя самые прогрессивные профсоюзные организации. Вот, и объединила, вот, под своим, значит, крылом, вот, такие организации, как профсоюз союзодиспетчеров, например, вот, чьи, это один из лучших, в общем, профсоюзов на сегодняшний день, который добился больших успехов. Вот, и вот это единственная на сегодняшний день такая федерация, да, которая имеет свою программу, профсоюзную программу стратегическую. Вот это имеет очень большое значение для борьбы, для рабочего класса, что есть такая программа. Ну, по сути, это такой прогрессивный коллективный договор, вот, но он включает в себя все требования, которые необходимы рабочему классу для улучшения своего положения. Ну, как показывает практика, весь его, значит, включать в договор, значит, коллективный не приходится, потому что, ну, там, настолько он прогрессивен, что это, ну, вряд ли его удастся принять, вот, какая бы там сильная была организация. Ну, ну, по крайней мере, те положения, которые там есть, это первым пунктом стоит доведение заработной платы до стоимости рабочей силы, значит, сокращение рабочего времени, увеличение свободного времени, сокращение рабочего времени до шести часов. Вот эти положения очень нужны сегодня рабочему классу, поскольку мы знаем, что наступление продолжается на права рабочих, и вместе с государством буржуазным протаскиваются такие законы, значительно ухудшающие положение рабочих. Это и пенсионная реформа, ну, и готовятся наверняка уже какие-то еще проекты, ухудшающие положение рабочих. Это и, наверное, изменения законодательства, часто подвергающиеся нападкам, высказания буржуазных лидеров. Вот, то есть, спит и видит в буржуазии, как забрать еще у трудящихся что-нибудь, оттяпать. Вот, ну, вот, чтобы этого не допустить, рабочему классу надо объединяться. Хочется вспомнить Карла Маркса, да, который говорил, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну, вот, сегодня, на сегодняшний день этот лозунг актуален в том смысле, что объединяться, объединяться надо, вот, прогрессивным профсоюзом. Вот есть Федерация профсоюзов России, вот это очень хорошая организация, которая может объединить сегодня все прогрессивные силы профсоюзные. Вот, есть программа, значит, есть задачи, вот, и есть опыт, есть опыт людей. Вот тот же Ковалев, да, достигли огромных успехов, да, то есть, там, ну, таких, скажем, как, увеличение, там, дополнительных отпусков в несколько раз, там, которые предусматривает трудовое законодательство. Вот, у них, значит, в профсоюзе, там, до 38 дней, да, доходит, значит, с повышенным классом вредности, да, значит, дополнительный отпуск составляет 38 дней. Это очень серьезное улучшение. Ну, перечислять их очень можно долго, там и 36-часовая рабочая неделя, вот, то есть, это вот все такие вещи, которые необходимы сегодня. Вот, время поможет освободить рабочих от физического труда, да, то есть, это освободит время для профсоюзной борьбы, да, то есть, когда этим заниматься. Вот, все это сложно, на самом деле, вот, я вот тоже начинаю там, как-то на своем предприятии эту деятельность, но очень времени мало, на самом деле, вот, чтобы поговорить, объяснить такие серьезные вещи, да, вот для чего, для чего нужно, допустим, там, сокращать время, то есть, это, для этого нужно разговаривать с людьми, а когда работа, то не всегда есть возможность такая, объяснить толком. Ну, и, конечно же, объединению способствует членство в партии рабочего класса, потому что без партии, без партии профсоюзы, ну, вот, я говорю, они вот такую волнообразную форму имеют, да, то спад, то подъем, вот, зажали, да, вот, нам гайки, ну, вот, там начали вот что-то там шевелиться, вроде там, что-то, может быть, добились, успокоились, как бы, и все, потом опять все забрали. Вот, то есть, партия рабочего класса, конечно же, нужна на производстве, поскольку мы же хотим построить государство, да, союзскую власть установить, в итоге-то, ну, цель такая, вот, то есть, а диктатура пролетариата, это же, вот, именно власть рабочих на крупных предприятиях, как, вот, Ленин писал, да, что это городские, фабрично-заводские, промышленно-рабочие, способны, вот, управлять государством до полного коммунизма. Вот, поэтому, вот, на крупных предприятиях, вот, нужны, как раз, такие ячейки партийные, да, которые помогут направить эту борьбу, не дадут ей ослабнуть, то есть, постоянно будут поддерживать эту, вот, такую мобилизационную форму, вот, борьбы трудящихся рабочих. Вот, ну, а вот, как, значит, это осуществить, вот, чтобы привлечь большинство, большинство работников, да, вот, в профсоюз, чтобы люди, ну, не просто там, допустим, даже члены профсоюза, да, вот, они, ну, пассивную роль сегодня какую-то, вот, зачастую, вот, принимают такую, вот, что, ну, вот, там, мы, это самое, значит, что толку, там, от этого профсоюза, то есть, нет понимания, что профсоюз, это мы, люди, сами, работники, вот, и для этого, конечно, нужен проект коллективного договора, вот, вокруг которого ведется, в общем-то, и вся, вся вот эта борьба, да, то есть, что мы хотим, то есть, понять, что, что мы хотим, работники, да, это тоже непростая такая задача, вот, потому что интересы коренные, они не лежат на поверхности, то есть, вот, насущные интересы еще, что, как-то мы можем понять, вот, ну, вопросы зарплаты, конечно же, у всех сразу же на слуху, и самый такой больной вопрос, наверное, сегодня, вот, ну, поскольку все дорожает, все это чувствуют, все, все понимают, что, что происходит, инфляция, это когда, значит, поднимаются цены на все товары, да, кроме товара рабочей силы, на сегодняшний день не все осознают, что рабочая сила является товаром, что живем мы при капитализме, люди как-то по привычке, по инерции, наверное, думают, что как-то что-то там, может быть, что-то изменится, придет какой-то хороший начальник, правильный какой-то директор, я не знаю, но, в общем, но события, события, которые показывают, да, что ничего такого не будет, что президент в начале 2000-х годов, да, обещал зарплату, да, к 20-му году, значит, в районе, в районе двух с половиной тысяч долларов, такая была цифра озвучена, она соответствует, в принципе, стоимости рабочей силы, но приблизились мы к этому уровню, я думаю, что мы еще откатились даже, вот, от этого, потому что индексация не проводится, улучшение уровня, значит, тоже, тем более, не проводится, поэтому рабочим надо понять, что, что никто не будет поднимать цену рабочей силы, кроме самих продавцов, если мы продаем рабочую силу, соответственно, и поднимать цену должны мы, таков закон капитализма, вот, закон стоимости, и без борьбы эта цена будет падать и падать и падать, вот, что мы, собственно, и видим, вот, то есть это вот в первую очередь надо понять, что только организованной борьбой мы сможем улучшить свое положение и продать товар этот рабочую силу, ну, по достойной, близкой хотя бы к стоимости, то есть приблизить ее, вот, и это вот первое, с чего можно начать, да, агитацию, агитацию, значит, за коллективный договор, то есть, конечно же, зарплата, вот, и дальше, конечно, в процессе уже разговора выплывают другие требования, вот, конечно, за одну зарплату, ну, нет смысла ввязываться в такую серьезную, эту самую борьбу, да, то есть только за одно требование, нужно по всем фронтам, и как раз коллективный договор, он объединяет, объединяет все сферы, все требования, вот, вокруг которых необходимо ввести, ввести агитацию для привлечения количества, то есть это в трудовом законодательстве регламентировано количество, да, участников, вот, которые поддерживают, то есть, ну, как представители, да, работника, работников, то есть необходимо набрать 50%, 50 плюс 1%, да, от работников, вот, ну, для этого можно использовать такую форму, как доверенности, вот, если, допустим, не все члены профсоюза, вот, но не член профсоюза может дать доверенность, вот, опять же, ему надо объяснить, для чего это делается, вот, что есть люди, которые хотят заниматься этим, которые считают это необходимым, то есть, ну, если ты не хочешь заниматься, ну, ты можешь дать доверенность, и другие люди более активные, более сознательные будут, в общем-то, делать это за тебя, можно так сказать, вот. Ну, конечно, немаловажным вопросом является вопрос сохранения, значит, ну, сохранения работников, то есть, количество работников, в общем, чтобы они не могли уволить, да, работодателей, сокращать работников, то есть, вопрос численности, это вот тоже первоочередная задача профсоюза, поскольку, ну, производство сейчас падает, да, несмотря на, конечно, прогресс технический имеет место все равно, развитие есть, но, тем не менее, работодатель, да, прогресс, он высвобождает время, свободное, свободное время, но использует это время капиталисты в своих интересах, естественно, без борьбы, без противостояния со стороны работников, а что они делают? Они увольняют, сокращают, сокращают численность работников при увеличении производительности, да, то есть, используют ее в своих интересах и нагрузку, которая высвобождается, да, на оставшихся, вот на них падает нагрузка, значит, а, соответственно, они вынуждены перерабатывать, вот, ну, не осознавая того, что они этим, в общем-то, закрывают дорогу безработным на предприятие, тем, кто нуждается также в работе, и, в общем, трое, трое перерабатывающих, да, значит, способствуют тому, что одному безработному, то есть, да, получается, вот, ну, а, соответственно, здоровье ухудшается у людей, то есть, подрывается здоровье, которое, в общем, наверное, самое, что еще у человека может быть дорогого, да, здоровье, самое главное, все здоровье уже можно и бороться, и как-то жизнь строить, там, планы, вот, а вредные условия далеко не способствуют, в общем-то, улучшению здоровья, вот. Таким объединяющим фактором, вот, рабочий класс на сегодняшний день является Российский комитет рабочих, где, куда приезжают представители профсоюзных организаций, и, вот, делятся опытом своим, вот, я тоже недавно был на Российском комитете рабочих, куда приехали, в общем, представители с разных регионов, городов, и делились, говорили, чего удалось достичь, вот, вот, значит, за этот период, вот, как, кто создал там организации профсоюзные, вот, несколько таких человек было очень интересно послушать, вот, как это идет борьба, да, вот, сколько там народу, да, вот, в профсоюзе, чего удалось добиться, вот, ну, заключение, то есть, такого борьбы еще за заключение коллективных договоров, вот, ну, переговоров там, за коллективный договор, в общем, заключить так вот особо пока еще до этого не дошло дело, ну, таком вот, широком, массовом, значит, это, но процесс идет, то есть, надо сказать, что, вот, и жизнь подталкивает к тому, чтобы люди начали объединяться, объединяться, вот, начинает немного это доходить все это, вопросы эти сложные, конечно, вот, это, ну, так с непривычки, вот, ну, тяжеловато, конечно, вот это все воспринять, особенно, вот, что касается специалистов, специальные оценки условий труда, вот, сейчас вот такое законодательство новое, вышел закон, который позволяет работникам, значит, участвовать в специальной оценке условий труда, то есть, по письменному заявлению, значит, на имя, там, руководства, директора, да, можно войти в комиссию, войти в комиссию и, либо, значит, пересмотреть специальную оценку условий труда, вот, ну, там, конечно, куча всяких вот этих законодательств, вот, надо все это вот понимать, тоже знать, многое написано, описаны процедуры в трудовом кодексе, конечно, которые тоже надо изучать, вот, ну, вот, ну, то есть, надо сказать, что без, без участия работников в комиссиях, да, по СОУД, результаты будут не, не в интересах работников, это происходит постоянно, мы это все чувствуем на себе, у нас сейчас там, вот, на предприятии, значит, ну, на головном предприятии, вот, я, я, как бы, на обособленном сейчас нахожусь, а на головном предприятии, ну, нас тоже, в принципе, туда переводят, вот, на Абуховский завод, вот, и там новые корпуса, и стали там мерить, значит, вот это, приводить измерения, и, и там все зашкаливает, все зашкаливает, вот, но руководство быстренько это самое, значит, сделало это, пригласило комиссию вот эту, да, специальную, вот, значит, сделали, сразу шкафы повесили, вот это сразу все сделали, очень быстро, вот, значит, и, ну, места еще там не аттестованы, не знаю, это чем это все там закончится, может быть, снимут вообще вредность, вот, так слухи такие ходят, что, что, возможно, уберут вредность, вот, но, в принципе-то, и, и ладно, я раньше думал, что это самое, это же хорошо, вредность, ну, как бы, вроде ее не видно, там, ну, как, то есть, да, это сам доплата идет, отпуск 7 дней, ну, вроде нормально, а так-то я не страдаю от этого, ну, как бы, вот, ну, не чувствую я эту вредность, у нас пары, там, это сам пары свинца, ну, черт его знает, как бы, отпуск есть, да, молоко дают, вот, но на самом деле это все, это все неправильно, то есть, есть она, вредность есть, и вообще надо добиваться, вообще, ликвидации этой вредности, чтобы, значит, чтобы, ну, настолько было производство, значит, безвредным, вот, особенно, конечно, это актуально для, для производства, где это вопрос жизни, да, бывает, и травматизм, связанный с этим, вот, особенно добывающийся, там, области, сфере, вот, где это связано с риском для, для жизни, вот, такие моменты, это вот, ну, у нас это, может быть, не так чувствуется, но у нас борьба идет вот вокруг, там, это самое, молока, там, да, и, как бы, отпуска, а там люди действительно жизнью рискуют, в общем-то, это очень все важно и актуально, вот, ну, вот, хотел еще сказать, что, ну, наверное, вот, про, про эту программу, да, задачи коллективных действий, может быть, еще сказать, вот, и про федерацию профсоюзов России, то есть, ну, на сегодняшний день, вот, надо все-таки сказать, что кризис профсоюзного движения имеет место, и, то есть, чтобы объединение, то есть, нужно для того, чтобы объединить все силы, чтобы они были эффективными, вот, то есть, только объединившись, да, взаимодействуя друг с другом, профсоюзы смогут добиться своего успеха, а такой вот крышей, да, вот такой организацией, вот, и может являться вот эта федерация, да, профсоюзов России, она сейчас вошла, там, в конфедерацию труда, да, ну, это не проблема, в принципе, для нас, вот, для объединения, это самая лучшая на сегодняшний день организация, то есть, партия рабочего класса будет способствовать укреплению, объединению, вот, и вот, войдя в эту организацию тоже, да, причем, причем устав позволяет, точнее, ну, да, да, устав позволяет, значит, просто, ну, то есть, войти, принять их устав, да, и войти, даже первичная профсоюзная организация может войти в Федерацию профсоюзов России, ну, при наличии какой-то численности, там, ну, 50 человек, может быть, хотя бы, да, боевых таких вот заинтересованных людей, да, в создании профсоюза, вот, могут написать письмо от Федерации профсоюзов России с тем, что мы признаем устав, там, и, значит, готовы к сотрудничеству, вот, это, конечно, сегодня было бы очень здорово объединиться профсоюзом под этой, в общем, шапкой, ну, в общем-то, наверное, все, что я хотел сказать, может быть, вопросы тогда, да? Первый вопрос. За счет чего сокращается рабочий день? Второй вопрос. Каким образом профсоюз может повлиять на повышение заработной платы? Третий вопрос. Принадлежность к какой партии позволяет вступить в профсоюз? Вот три вопроса, значит, повторяю по порядку. Первый. За счет чего сокращается рабочий день? Да, рабочий день сокращается за счет, значит, с одной стороны, это технический прогресс, да, позволяет, ну, создает условия для сокращения, но сокращается он, конечно же, за счет борьбы рабочего класса, вот, и он сам по себе не будет сокращаться, он увеличивается, несмотря на прогресс технический, да, и увеличивается, ну, или и на суммах, да, счетов вот этих заграничных в основном. То есть, это идет двойная, двойная эксплуатация рабочего класса в России, то есть, с одной стороны, российские капиталисты грабят производство, растаскивают, разворовывают ресурсы, там, рабочие, человеческие, да, и все это оседает, значит, так, за границей, и, значит, в итоге наживаются, да, империалистические, да, вот, значит, хищники, да, акулы, то есть, грабят нас еще, вот, то есть, на шее у нас еще сидит, да, один капиталист, а сверху еще один капиталист еще на нем сидит, вот так как-то получается, да, но вот время, рабочее время, это вот как раз сокращается оно за счет борьбы рабочего класса. Каким образом профсоюз может повлиять на повышение заработной платы? На повышение заработной платы коллективными действиями, конечно же, профсоюз выдвигает требования, значит, о том, чтобы заработная плата повышалась на индекс регуляции плюс 5-7 процентов, ну, 10, сколько, сколько вы считаете нужным? Я думаю, что договориться без забастовки вряд ли получится. Да, без воздействия, то есть, забастовка, конечно, это инструмент, который законный, он прописан в Трудовом кодексе, и рабочему классу необходимо научиться овладеть, овладеть этим. Да, значит, просто принадлежность к какой партии позволяет вступить в профсоюз? Ну, позволяет вступить в профсоюз и беспартийность, ну, давайте сейчас еще, да, профсоюз, да, это, в общем-то, нет, возможно, нет, нет, возможно, вы не так поняли что-то, но... Я задаю вопрос, объясните. Принадлежность к партии, в общем, это не является обязательным условием для вступления в профсоюз, то есть, профсоюзы, в общем-то, сами по себе, но участие члена профсоюза в партийной деятельности, оно усиливает вообще движение в целом, профсоюзное движение, то есть, ну, то есть, как бы, на производстве, тогда, как в советское время, были партийные организации, были профсоюзные организации, они были, да, ну, и те, и те были. Сейчас у нас нет партийных, практически их, ну, ячеек партийных нет сейчас на производстве, их нужно создать еще. Ну, члены партии, не все, наверное, трудящиеся, это будет просто, ну, хотя бы часть какая-то, чтобы была партийная, идейная, чтобы, вот, была носителем идеологии рабочих. Уважаемые товарищи, сначала следует поблагодарить товарища Шилова за информативную лекцию об экономических аспектах борьбы рабочего класса. Ну, и раз уж тема зашла об экономической борьбе рабочих, следует вспомнить, а какие у российского рабочего класса за последние десятилетия существуют проблемы, с которыми нужно вот непременно бороться? Ну, во-первых, это, надо сказать, это нелегальная трудовая эмиграция из стран Закавказья и Средней Азии. Чем она плохая? Ну, я думаю, понятна тем, что она понижает цену рабочей силы. То есть, эмигранты, они соглашаются работать за, эмигранты, они соглашаются работать за, ну, на менее, на более худших условиях, чем российские рабочие. И таким образом, когда они приезжают, они понижают эту цену. И что для этого необходимо делать? Вот, конфедерация труда России, в которую входит федерация профсоюзов, да, вот она в своей программной декларации указывала, что эмигранты должны пользоваться покровительством российского законодательства и что они должны иметь равные экономические права с российскими рабочими. Это правильно. Вот, я к этому и веду, что необходимо бороться за равные экономические права для, как для приезжих, так и для коренных, чтобы эта борьба шла коллективным интернациональным фронтом. То есть, что в таком случае получится? Если приезжие коренной, неважно, откуда он приехал, будут иметь равные экономические права трудоустройства, таким образом, потребность в том, чтобы завозить рабочую силу из-за рубежа, тем более нелегальным образом, она автоматически отпадет. То есть, тому же работодателю будет намного дешевле взять коренного рабочего на работу, ну или просто живущего здесь, предоставить ему рабочее место, чем тратить какие-то средства на то, чтобы завести рабочую силу из-за рубежа. Поэтому, ну, подытоживая, нужно сказать, что необходимо бороться за равные экономические права для рабочих всех национальностей. Спасибо. Спасибо. Кузнецов Владимир Алексеевич, пожалуйста. Сначала мне хочется заметить, что не иммигранты, так сказать, нам уровень заработной платы снижают, а их снижают. Хозяева в каждый раз. Естественно, им выгоднее иммигранта взять, нежели взять, так сказать, местного. Хозяева снижают, а мы. Далее, ну что я хочу сказать. Вот, товарищ Шилов очень правильно тут говорил насчет того, что, значит, вот, рабочие должны объединяться, рабочие должны бороться. Я вот тоже вот недавно на одном мероприятии был, вот. Было очень приятно там присутствовать, потому что там присутствовали в основном одни рабочие, причем рабочие настоящие, вот, с которыми я, значит, вот, имею дело. Но я считаю, что все-таки только, так сказать, опираться на одних рабочих, что они там что-то там сделают, они пойдут правильным путем, неверно. Почему? Потому что я сам рабочий, вижу это все изнутри каждый раз, эти рабочие, они разные. И есть рабочие, которые, да, действительно, у них с пролетарским самосознанием, да? А есть рабочие, и таких большинство с буржуазным самосознанием сейчас, с мелкобуржуазным сознанием, в любом коллективе. Ведь поговори там, о чем он там говорит, что-нибудь такое продать, перепродать, да? Поэтому я считаю, что неверно только вот на рабочих, так сказать, опираться, на них надеяться. Вместе с тем есть интеллигенты, обладающие пролетарским самосознанием. Это пролетарское самосознание, из них ничем, так сказать, уже не вытравишь. Вот. Далее, ну, естественно, рабочие, они всегда говорят о своих, так сказать, болячках, что вполне естественно. Потому что еще Ленин говорил, что рабочий класс способен выработать только тригнионистское мировоззрение. А вот, скажем, марксистское мировоззрение, к ним привносит марксистская партия. Да? Ну вот, я с чем это хочу сказать? Что рабочие могут, конечно, бороться до бесконечности. Они будут одерживать победу, победы, конечно. Но не, так сказать, не завоюют они политическую власть, эти рабочие, не придя они к политической власти. Они, в общем-то, так, по сути дела, и будут топтаться на одном месте. Потому что сколько уровень заработной платы они, так сказать, не смогут из своего хозяина выдавать, буржуазия, она всегда может поднять заработную плату, но она тут же поднимет заработную плату на товары. Понимаете? Поэтому необходимо, так сказать, нужно приносить, я считаю, я считаю, нужно марксистское самосознание туда привносить. Вот. Далее, тут говорилось о том, что нужны нам хорошие законы. Я хочу сказать, вот что сказать, что, в принципе, ведь у нас в стране очень хорошие законы. У нас очень хорошая конституция. У нас очень хороший трудовой кодекс. Я не знаю, кто это читал. Вот я прочитал недавно трудовой кодекс. Это конституция, которая из танков в 1993 году выстрелила, это хорошая конституция? Дайте вам сказать, потом выйдите. Потом коллективный договор. Можно очень хорошей, так сказать, добиться на конференции, принятия очень хорошего коллективного договора. Но вся эта штука в том, чтобы добиться, чтобы эти законы выполнялись. Добиться, чтобы эти законы выполнялись. Например, вам нужно провести, вы хотите провести забастовку, для того, чтобы вам подняли заработную плату. А получается так, если вы будете строго по закону искать, окажется, что вы эту забастовку провести не можете. Дело в том, что все эти красивые законы написаны под буржуазину, под хозяев. А практически сделать это нельзя. Вот, например, как на Форде бастовали. Они проводили незаконные, так называемые, забастовки. Вот они проводили свои незаконные забастовки и добивались успехов, добивались повышения заработной платы. Вот. Владимир, 8 минут уже. А, ну-ка, все. Спасибо. Товарищ Миллянец, пожалуйста. А можно после всех? Нет, уже после всех. У нас предпоследний заканчивайте, пожалуйста. 2 минуты просили. Да, я, к сожалению, опоздала, но тема сегодняшней лекции была взаимодействие профсоюзов. Так ведь? Да. Такая была. Так. И вот на прошлой лекции товарищ Герасимов и Галка и Васьковский нам доложили о том, что в Донбассе рабочие забастовки устраивают 20-дневные под землей, страдая, принимая на себя мученическую долю. Долгие забастовки, настоящие, серьезные, глубокие, каких у нас в Российской Федерации нет. Это не забастовки. Да-да, мы знакомы с теорией, что назвать их забастовки нельзя. Начетническая и высокомерная точка зрения. Итак, та борьба, которая недооцененная, с такой верной дополненностью о том, что, товарищ Галка сказал, нужно соединить эти забастовки, все-таки забастовки предприятий в одно целое, на один и тот же день. И это будет всеобщая политическая стачка, а уж о том, чтобы она стала политическая, это должны позаботиться коммунисты, и об этом тоже правильно сказал следующий товарищ. То есть вы все собрали по частям, нужно только в одно целое это собрать. Это задача коммунистов. И вы тоже сказали, что внутри этих профсоюзных организаций должны быть партийные, то есть коммунисты. Почему же закрываться от коммунистов и не сообщать коммунистов адреса, явки, то есть РКРП не сообщаются эти забастовки под предлогом, что это опасно, они могут пострадать, их могут репрессиям подвергнуть. То есть закрывается рабочая партия от коммунистической рабочей партии, такие близкие, такие необходимые друг другу, каждый год собирающиеся в этом помещении, они друг с другом никак не найдут общий язык, хотя они так необходимы друг другу. Внутри профсоюзов должны быть коммунисты. Это ленинское учение. И когда забастовки все-таки разных предприятий соединяются в одну общую, в один и тот же день, это всеобщая политическая стачка под руководством коммунистов с программой смены политической власти, и у них уже есть проект и черновой набросок альтернативного правительства, тогда и происходит завоевание политической власти, при которой только и будут выполняться законы, о которой так заботятся действительно, при этом правительстве не будут никогда выполняться законы. И при этом правительстве не будет, хотя и повышаться временно, заработная плата тут же и вползет вниз. И эта столика, она не обеспечит эта временная повышенность зарплаты, ни вам благополучную пенсию, ни благополучие ваших мам, мак, нянек, племянниц, всех, кто за пределами коллектива. То есть только завоевав политическую власть и установив свой собственный строй, можно добиться той благополучной, достойной жизни, которой мы всего 30 лет назад жили. Спасибо. Последнее записалось, товарищ Герасимов. Товарищи, ну а что я хотел бы поблагодарить, действительно, Дмитри Юрьевича, замечательную лекцию. Он один из наиболее передовых, наиболее грамотных рабочих России. В общем-то, я даже и в мировой практике не знаю, чтобы такие вот лекции читали именно рабочие, не профсоюзные вожаки, которых мы знаем по фильмам Райферти, Фист и так далее, а именно вот рабочие, которые работают, он сработает пешок и здесь выступал. Для этого ездил на Российский комитет рабочих. Это во-первых. А во-вторых, значит, все-таки вот на чем хотелось бы завалить в таких моментах застыть? Во-первых, он совершенно верно, товарищ Широ заметит, что профсоюзное движение, насчитывающее уже полтора века, если не больше, оно идет, так сказать, то есть пока есть какой-то тарантовый вожак, оно идет на подъем, потом этот тарантовый вожак уходит, оно спадает, этот профсоюз разваливается. И это вот такая другая бесконечность, она тянется, тянется, и здесь, так сказать, ничего особенного подъема такого нет. И более того, по сравнению с тем, что было несколько десятков полвека где-то тому назад, современные профсоюзные объединения на Западе, да и у нас, они попали под контроль финансового капитана и могут даже служить проводниками фашизма на экспорт. Так что это вот такая дорога, в общем-то она дорога, но она без чего-то, это дорога в никуда, другая бесконечность. Что здесь действительно надо? Действительно нужно коммунистическое влияние, как вот товарищ Кузнецов совершенно верно заметил, что такое коммунистическая партия. Это место, это организация, в которой собрались передовые рабочие, как товарищ Шинов, и передовые интеллигенты, которые своим научным знанием этим рабочим освещают дорогу и их поднимают. Почему? Потому что для того, чтобы был прогресс в движении, в том числе и профсоюзным, необходим, необходимо развитие рабочего краса. Значит, на съезде нашей партии, которая параллельно с РКРом проходила, там действительно была поставлена задача, чтобы каждый рабочий, двух рабочих привлек в партию, и таким образом были созданы ячейки на предприятиях, и действительно это может оживить профсоюзную работу, но в принципе так, если чисто количественно подходить формально, то можно и не оживить, потому что люди у нас ушли, и там вписать в рабочих там кого-то, это можно. И это, к сожалению, вот такая тенденция есть, что вот рабочие, коммунисты, уся на предприятии, вот что такое вообще коммунисты? Это авангард краса. А что такое авангард краса? Это как голова, вот голову отдельно от человека отделить нельзя. Это вот и коммунистов от рабочих отделить тоже надо сделать так, чтобы коммунистов от рабочих было нельзя отделить, чтобы они возглавляли общую борьбу. И здесь вот такое немножечко, на мой взгляд, вредное есть высказывание у товарища Сталина. Орден меченосцев ему такое приписывают, высказывание. Ну, я даже не знаю, я нигде не читал, но это широко приписывается, может, такое он где-то и сказал, что партия, это орден, нет, не было. Ну, может, и не было, но это очень широко распространено. И вот значит, что коммунисты, это особые люди, которые там такие, такие, вот эта своя особость, они несколько открываются от рабочего класса. И тут образуется некий такой разрыв. Ведь, что такое истина? Это соответствие понятия объекту, то есть теоретической идеи, мы познаем мир, мы должны его знать в такой часе. Вот есть объект, часы, и мы, так сказать, понимаем, что это такое, но это только одна сторона. А вторая, это соответствие объекта понятию. Ну, на первый взгляд, это кажется идеализмом, как это вот есть часы, они независимо от нашей воли существуют, как это они будут соответствовать нашему понятию. Ну, во-первых, мы можем взять молоток, ударить по этим часам, они перестанут соответствовать часам. Ну, и во-вторых, так сказать, часы эти начались с того, что вот кому-то в горове пришла идея часов, и он ее материализовал, и вот мы имеем часы, соответствующие своему понятию. То есть, и это вторая часть, это практическая идея, идея преобразования мира. И вот среди коммунистов, в том числе молодых рабочих на заводах, к сожалению, есть такой вот несколько вен, что вот изучать красиков, и там общаться где-то в интернете, это все вот оно вот коммунистической работой есть. Но это вот она часть, которая как раз вот она созерцания, они созерцают что вокруг себя, описывают это, и как показала практика раздражения и уничтожения социализма в СССР, вот изучение работ красиков, которые все-таки были, и собрание сочинений Ленина было, и собрание сочинений МАК, все это доступно, пожалуйста, изучали, изучали, и знатоки были, и все это было. Но вот результат такой вот, почему? Потому что нужна еще и практическая идея. Нужна организация борьбы рабочего краса. И здесь вот важно, чтобы не только коммунисты были грамотные, а важно, чтобы они захватывали рабочих, и чтобы рос в грамоте рабочий крас. Вот у нас тоже на партийном съезде там прозвучала такая реплика из ЗАРа, что консультанты нас давят. Вот они консультанты, они кандидаты наук, лекции читают и здесь, и в Красном университете. Конечно, они это самое. А как еще? Иначе не будет. А какой здесь выход? А рабочим надо расти. А вот как расти? С чего начать? Вот надо начать с того, чтобы писать коллективный договор. Вот товарищ Кузнецов говорит, что вот и конституция у нас хорошая не упорняется, туда и кодекс неплохой не упорняется. Да, трудовой кодекс у нас неплохой, действительно, он не упорняется. Но тут, как так сказать, повлиять на трудовой кодекс, это очень сложно в масштабах государства сразу. А вот оставить свой кол-договор на предприятии, это извините. Вот написал ты кол-договор, проект кол-договора. Для этого никто не нужен. Тебе нужны, ну, в крайнем случае, тебе нужны для этого товарищи интеллигенты из партии, которые тебе помогут его написать. Такие есть. Ну, вот у тебя вот есть вот эта кушка, проект кол-договора и выжимка из него. А дальше, извините, дальше ты можешь уже это повод поговорить с товарищем. Прийти, вот, кол-договор, вот я написал, что ты думаешь по этому поводу. А там перетислены экономические насущные интересы. Надо сказать, что у нас совершенно неграмотно, и на раз противопоставляют интересы экономические, интересы политические. Надо сказать, что вообще, говоря, политических интересов, как таковых, вообще нет. Политика – это способ для достижения красным своих экономических интересов. И экономические интересы не надо понимать узко. Вот меня начальник мой травит постоянно. Вот, в эволюции люди за идею погибали, а ты тут все про деньги, про работать поменьше, получать побольше. Ну, вот, я говорю, во-первых, за идею никто не погибал. За идею – это ответ на вопрос, что делать. Но это вообще глупо за это погибать. А погибали, конечно, за экономические интересы в широком смысле этого слова. А экономический интерес, главный он какой? Это всестороннее развитие, и, как в программе записано, полное благосостояние и всестороннее развитие всех членов общества. И вот для того, чтобы общество к такому пришло состоянию, вот за это и погибали люди. И для этого именно организуется рабочий класс на весь политической силой и политическими способами, а если надо, и военными способами, он за этот вот экономический интерес борется. Это крайне вульгарное понимание экономических интересов, что этого денег пачку потолще, и все. Это не так на самом деле совсем. Вот, сейчас заказываю, закругляюсь. Вот, и вот за это и борется коллективный договор, и вот он представляет по этому большой интерес для работников, и люди начинают обсуждать, это уже повод поговорить. А что такое поговорить? Вот не случайно конвоирам запрещают категорически говорить с конвоиромыми. Почему? То же с ним, когда он начнет бортать, он тебя убортает, там какое у него поражение, как его несправедливо посадили, все кончат тем, что он тебе скажет, слушай, я сейчас побегу, склини в воздух пару раз, и все, я, значит, потом отблагодарю тебя встречу. Вот, и это так сказать, и здесь вот надо тоже входить в контакт с рабочими на этой основе, и разговаривать по заключению, по совершенствованию колдоговора, не обязательно с нуля писать колдоговор, внесение предложений существующих колдоговорных предприятий. Вот это, там наверняка есть что улучшить, если посмотреть, это несомненно. Вот, говорить на эту тему, а потом, так сказать, как товарищ Кузнецов совершенно верно сказал, есть пойдет и об отстаивании колдоговора. Но если как отстоять там права, зараженные в конституцию, это непонятно, но как отстоять свой колдоговор на предприятии, это очень понятно. И я здесь не соглашусь, что вот забастовать по закону невозможно. Но забастовать по закону, это опять, да, и вот в ходе работы над колдоговором, и в ходе разворачивания трудового спора, сейчас, сейчас, погнуло, рабочие именно будут развиваться. То есть, а вот развитие рабочих, не только коммунистов, членов партии, но и рабочей массы в целом, оно вот именно даст вот выход из этого тупика, дурной бесконечности, подъема и спадов рабочего движения, и даст переход в иное качество. Спасибо. Все, заключительное слово, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Товарищи, еще один вопрос, вот я не ответил. Тут сказано, что если появится такая организация, вы готовы помогать или поддерживать их как и чем? Ну, товарищи, я сам член рабочей партии. Вот, у нас в уставе, в нашей партии стоит, что я должен по уставу своему поддерживать рабочее движение, участвовать, работать в профсоюзах, вот, то есть, это моя обязанность, и если такая появится организация, я, значит, помогу, значит, ну, по ситуации, там, что, смотря какая помощь нужна будет, ну, я, в общем-то, готов, да, оказать помощь, так что обращайтесь, если что. Обязательно записываться на... Да, вот, ну, если... Просто вопрос, у меня как бы уже действовали, ну, да, я не только, ну, послушал, приятно всех... Это уже заключительное слово идет. Вот, товарищи, ну, в общем-то, хочу сказать, что вот, коммунизм начинается тогда, когда люди начинают бороться за общее, за общее дело, за общие интересы. На своем предприятии, вот, начало, когда не за свою, как бы, да, шкуру, да, вот только, а когда еще, вот, за интересы всех, да, всех коллективов, всего коллектива, вот, то есть это уже, это начало, да, начало – это неразвернутый результат, а результат, когда развернется, то уже вот и получится коммунизм. Но до этого еще большая борьба, конечно, предстоит. И вот надо начинать с малого, я считаю. Любую, любую, любую борьбу, деятельность людей за что-то общее надо поддерживать, конечно. Даже начиная, там, с малых каких-то, вот, дел, то есть объединять коллективы. Сейчас коллективы – это разрозненные, как таковые. Ну, то есть большая, конечно, работа, и, ну, как основное оружие, конечно, в объединении – это коллективный договор сам по себе, он может сплотить людей за свои интересы. То есть можно объяснить надо, что мы сами пишем, вот, свое, да, свой закон. То есть это наш закон. Вот какой у нас будет такой, как мы будем за него стоять, такой у нас будет, такая жизнь, в общем, на предприятии. Вот. И это действительно интересно, заинтересует людей. Ну, вот. Все, спасибо. Занятие заканчилось. Значит, встречаемся в следующий четверг. Тема занятия «Эпоха советского просвещения при капитализме заканчивается». Лекцию прочитает доктор философских наук профессор Казенов Александр Сергеевич. Встречаемся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok